добрый вечер мы сегодня будем изучать мы говорили законы девятого ава точнее мы сначала сделаем законы шаббата перед девятым а в этом году у нас собины и переход из шаббата в девятый ава делал то что я там насыпает молцей шаббат тоже есть определенные нюансы которые стоит знать и потом мы пойдем углубляться в законы девятого ава причем сегодня мы их не закончим я понимаю что не придется продолжать на следующем уроке когда начал готовить я понял что их оказывается не так мало как я хотел сегодня в основном поговорим о вопросе запрета еды и питья в девятый ава и кому как можно кто освобожден кто освобожден как освобожден успеем мы еще захватим следующие запреты как запрет умываться то есть мыться и так далее ну и так далее что не успеем с божьей помощью продолжим на следующем уроке и на следующем сегодня руки имеются на следующей неделе итак начнем с нашего шаббата который выпадает перед девятым ава он имеет носит такое название шаббат хазон почему носит такое название мы уже об этом говорили на другом уроке правда на уроке по книге шаяу потому что так начинается автора точно по сочинению торы она начинается хазон и шаяу бенамоц дело то чтобы эти дни в эти три недели уже читаем три разных авторы которые говорят о разрушении разрушение несчастье которое придет принципе мы недели траура может одну автору прочитали в этом на эту другую автору прочитаем и следующая автора это будет хазон и шаяу бенамоц кстати которая вы помните мы учили это первая глава книги шаяу где сначала описываются все проблемы все гадости а потом выдается утешение и так в принципе что с этим шаббатом у него на собак есть у сефардов нужно знать с этим парадом учили когда учили три недели траура у сефардов вообще все запреты основные начинаются с выходом этого шаббата поэтому сам этот шаббат находится вне запретов траура поэтому сефардов обыкновенный шаббат со всеми шаббат ними скажем так вещами очень надо все несколько сложнее потому что ашкиназы начинают свой траур с рушходыша с новомесяча то есть все запреты и так далее они на неделю которые упадают девятый ава таким образом шаббат хазон то есть шаббат перед девятым ава он находится внутри уже дней трава таким образом какие законы по поводу к нему потому что допустим нельзя уже в три недели траура купаться нельзя купаться ради получения удовольствия и мы говорили то есть об этом упомянули что человек который скажем так нужно грязь смыть и пот и так далее может обмыться прохладной воде но в принципе как бы моется для снятия грязи они для получения удовольствия и в жаркой стране теперь поэтому часть ашкиназов были ашкиназов так рама приводит обычай что перед шаббатом хазон не окупаются в горячей воде и даже не окупаются в холодной то есть так написал рама перед шаббатом умывается сейчас мы мы запомним я говорю я все объясняю окей я все объясняю все в конце будет понятно то есть так написала рама рама так это ашкиназов и не одевают в шаббат шаббат не у одежды так написал рама но многие 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 галактические авторитеты еврейского народа в европе наш ашкиназов а и среди них и вильнецких голов они только постановили что в шаббат не показывают никаких видов траур траур не проявляется в шаббат шаббат мы траур не проявляем так они установили кстати аризаль тоже это постановил и таким образом мы шаббат шаббат как шаббат и поэтому обычай сегодня который вообще в израиле обычай более принятый среди ашкиназов не тот который описан рама другой и он что мы до купаемся перед шаббатом как нормально но не в горячей воде тепленькой да то есть немножко то снимай снимаем уровень получения удовольствия вниз делаем только то что надо для того чтобы быть чистыми и красивыми на шаббат причем моемся шампунем и так далее полагается теперь и так же одеваемся в шаббат не одежда правда есть те которые устражают что они какие-то часть одежды не одевают обычно девай там не знаю кто то другое приведу пример я когда-то в свое время волоншвуте то есть решил как меня научили устражать в еще там на украине то есть я пришел на шаббат хазон всегда ходил хазон в пиджаке и в галстуке я пришел без пиджака просто в рубашке а где костюм шаббат хазон да ладно не проявляет траура здесь здесь такого обычая нет в принципе в израиле нет такого обычая обычно одевается обычно но глобально то есть есть места где обычай что допустим люди ходят в костюмах то в шаббат хазон костюм не оденет да потому что как бы про и показать немного ты не выглядишь как человек как второй в трауре но немножко то есть как бы поддерживать настроение этих дней окей это то что происходит с точки зрения одежды теперь все остальное в этот шаббат этот шаббат все шаббаты в этот шаббат едят мясо в этот шаббат поют песни шаббат не в этот шаббат ходят в гости короче все обыкновенное правда есть те кто устражает немного гости не ходить и так далее но это устражение в принципе шаббат шаббат и более того обычно то есть в этом году что получается что шаббат заканчивается начинается девятого то бишь суда мафсеки за последняя трапеза перед шаббатом перед выходом перед правил постом в обыкновенные дни перед девятым оба это трапеза самая бедная там едят не то есть хлеб и какой-то виды еды обычно только яйцо там пепли так далее в этот раз перед девятым оба к суда мафсеки вы можете есть мясо как написано как суда шлому амелек беша то как пиры царя шлому то есть прямо на суда мафсеки прямо перед самым постом но теперь мы должны понимать что есть переход переход закона когда заканчивается шаббат начинается пост как этот переход происходит очень важно потому что не ошибиться во первых до захода солнца у нас шаббат без всяких проявлений поста запрещено делать травм после выхода звезд когда звезды выйдут у нас начинается пост теперь проблема что в промежутке между выход заходом солнца так правильно бен ашмашот и между выходом звезд называем бен ашмашот сумерки это самая проблематичное время почему то что спорно с одной стороны это может быть шаббат и запрещено чтобы был траур с другой стороны может быть уже пост зашел уже до ночи и тогда запрещено как бы нужно поститься и как с этим жить то есть как это делать то есть из-за того что нас есть проба туда и сюда как бы то есть несколько вещей которые мы делаем есть вещи которые мы не делаем в принципе что у нас запрещено в пост мы будем писать нам запрещено кожаная обувь нам запрещено говорить шалом нам запрещено сеять на высоких стурах мы составе все объясним нам запрещено есть нам запрещено пить теперь начинается травм но дело в том что в шаббат нельзя проверять траур и с другой стороны нельзя готовиться к посту что делаем поэтому мы кушаем и пьем как в любой шаббат но до захода солнца мы с заходом солнца мы прекращаем есть и пить почему потому что что я не ем и не пью это не значит что я в трауре потому что я в шаббат далеко не все в шаббат прямо до сам после шкива уже едят и пьют допустим я лично когда в каждый шаббат когда уже садится солнце я не ем и не пью обычно по одной причине я в это время провожу урок в синагоге вот по этой причине как бы я не ем и не пью это не проявление траура поэтому то что он прекращаем есть и пить то происходит с заходом солнца заход солнца написано календаря происходит в этот момент все в принципе уже с того момента нельзя есть не пить как бы с этого с точки зрения пост начался но у нас постоянно и песни шаббат не тоже перестает петь потому что это не показатель траур я не бери я не все поют целый день в шаббат песни для то есть это есть люди, которые не поют шаба песни, и по этой причине это не значит, что они трауры. То есть это не проявление травмы. Но допустим, если человек пошел в туалет вот в этот момент, то он должен выйти и сделать наделание по обыкновенному, а не по девято-абному. Потому что если он сделает, как девято-аба делают, то тогда это уже проявление травмы. И это нельзя делать. Но мы не снимаем ботинки кожаные, мы сидим на стульях, все нормально, и да, то есть все выглядит одинаково. Теперь, когда выходят звезды и еще несколько минут, потому что есть закон добавлять на шаббат от будней. То есть в принципе время выхода шаббат, так написано оно в календарях, это и есть то время. То есть когда вышли звезды, еще добавили немного на выход шаббат. В этот момент говорят Баруха Мавдиль Бен Кодыш Лихой Благословенного, то есть я разделяюсь между будничным и шаббатным и святым и будничным. Снимают кожу на обувь, переодеваются в будничную одежду и перестают сидеть на высоких стульях. То есть начался пост. Причем, когда переодеваются в будничную одежду, переодеваются в одежду, которую носили в пятницу. Почему одежда, которую носили в пятницу? Потому что нельзя одевать чистую одежду. Девятая ава. Началась девятая ава и поэтому одевают ту одежду, которую уже носили в пятницу. Все, в принципе, в этот момент начался пост. Как делать авдалу, мы говорили. Помните, мы сказали, Баруха Мавдиль Бен Кодыш Лихоль. Вечерняя молитва. Свечку обычно благословляют между вечерней молитвой и чтением Иха. Не сказали, это можно сделать дома. Потом на свечку сами мне делают. И саму авдалу, это мы на прошлом уроке учили, помните? Саму авдулу делаем уже после выхода поста. Ну или больные и так далее, кто освобожден от самого поста, то делают авдалу на вино или, точнее, лучше, конечно, делать это на сок. А лучше вообще это делать, если во время девятой авы для тех, кто болен. Кому нельзя поститься, делать это вообще на чай, на сок, на какой-то так далее. Наверное, вот. Самим нюхать ничего не делают. Окей. Но это мы говорим на прошлом уроке. Теперь, обычно обычай немножко задерживать молитву выхода, выхода, шаббата по причине того, чтобы народ успел переодеться, ботинки сменить, то есть, в принципе, и прийти в синагогу, поэтому на минут 15-20 задерживаются когда молитву и делать ее позже. И там уже читают и хай тогда. Тов. Это с точки зрения шаббат-хазон, и теперь мы непосредственно переходим к самому девятому аву. Во-первых, немножко пару слов на девятый аву и его разница. Дело в том, что девятая ава, она стоит как бы между Юм-Кипуром и между легкими постами. Во-первых, есть три вещи, которые отделяют, различают между девятым ава и легкими постами. Первое. Девятая ава идет, то есть, просто тиша в аву идет точно как Юм-Кипур, от захода солнца и до выхода звезд на следующий день. То есть, приблизительно 25 часов. Как Юм-Кипур. То есть, Юм-Кипур сейчас чуть длиннее. Почему? Потому что у Юм-Кипура истусофот. У Юм-Кипура, как у Шаббата, есть добавка на Юм-Кипу то, что нету у девятого ава. Девятого ава чуть-чуть короче с точки зрения часов. Теперь. Кстати, а когда надо легкие посты, то есть, все остальные посты, кроме Юм-Кипура, начинаются с зари и до выхода звезд. Не до захода солнца некоторые ошибаются, до выхода звезд. Это одно отличие. Второе отличие. Девятая ава есть пять запретов, о которых мы поговорим. Пять запретов какие? Это запреты есть и пить. Это один запрет, кстати. Умощать тело. То есть, купаться. То есть, мыться, рахиться. То есть, любое соприкосновение с водой, как мы будем говорить. Кожаная обувь и интимное отношение между мужем и женой. Все это запрещено. В легких постах запрет только есть и пить. Других запретов нет. Понятно, что считается, то есть, интимное отношение в это время лучше не делать мужем и женой, но, в принципе, с остальных запретов не существует. Третье отличие. Девятая ава освобождены от поста только больные. Только больные, в отличие от легких постов, где освобождены от поста больные, беременные, кормящие и роженицы. Роженица, правда, смотря через сколько времени после родов. Потому что роженица, в принципе, она и в девятая ава освобождена, но когда она в состоянии больного, не когда она в состоянии здорового. Вот. В легкие посты все, и даже те, которые себя очень плохо чувствуют, тоже в легкие посты освобождены. Девятая ава нет. Это с точки зрения девятая ава и легкие посты. Теперь переходим к девятой аве Йом-Кипур. Во-первых, есть очень много связи, то есть похожести с девятым авом Йом-Кипуром, потому что мы учим пять запретов девятая ава откуда. Наши мудрецы взяли от поста Йом-Кипура, где это закон Торы, правда, не все там закон Торы, часть там закон мудрецов, но наши мудрецы взяли пять запретов из Йом-Кипура и постановили их девятая ава. Но есть и разница. Девятая ава все-таки легче, потому что девятая ава это пост, который постановили мудрецы. Йом-Кипур это пост, который постановили Торы. Поэтому в девятая ава мудрецы не обязали больных поститься. Больные освобождены от поста по закону. Их вообще никто не обязывал поститься. А в Йом-Кипур больные обязаны поститься, но только тем, кому есть опасность для жизни и так далее, те освобождены от поста из-за законов пикохнефр, законы опасности жизни. То есть это другой вообще подход. В девятая ава вообще нет кзыры на больных. Больные вообще не попадают под пост. В Йом-Кипур попадают, но если есть опасность, то естественно освобождаются. Теперь это первое. Второе, любое сомнение в законе в Йом-Кипур это устрашает, в девятой ава облегчает. Снова мудрецы. Но есть в девятой ава что-то, что более тяжелое, более, скажем так, хумровое, более запрещенное, более строгое, чем в Йом-Кипур. Йом-Кипур в конце концов это праздник. Девятая ава это травма. Поэтому в девятой ава есть еще запреты, связанные с трауром, того, чего в Йом-Кипур нет. Например, девятая ава из-за того, что это связано с трауром, то в девятой ава запрещено говорить шалом друг к другу. Можно здороваться, но не говорить шалом. Здоровья можно желать, но шалом нельзя, но шалом это цельность, шалом это мир. Девятая ава, когда разрушен храм, и когда нет цельности, когда можно говорить цельность, когда ее нет. также мы сидим на стульях в этом случае до полудня, на высоких вещах, как человек, который сидит в шиву. То есть мы сидим. Плюс запрещено изучение Тора, которое радует в этом случае. То есть часть Тора, которая связана с разрушением, с трауром. Можно учить то, что радует, нельзя. В Йом-Жи-Кипур пять запретов, но можно радоваться, можно песни петь, можно одевать одежды хорошие, можно и нужно сидеть на хороших стульях, петь и так далее. Да, говорят мира, да, желают мира, да, говорят шалом и так далее. Это разница между Йом-Кипуром и 9 марта. Все такое введение мы сделали. Сейчас пойдем по пунктам. Как я сказал, у нас запрет есть, пить, умываться, водные процедуры те или другие, умощаться, одевать обувь, ташмиши, метадус, интимные отношения и, естественно, запреты, которые связаны с шалом, с учением Тора и так далее. И мы пойдем по одно за другом. Понятно, что запрет есть 25 часов с заходом поста и до его выхода с выходом взрослых. Теперь мы сейчас будем говорить больше нечего говорить. Запрещено есть и пить. Ни еда, ни вода не нужно посылать. Теперь мы будем говорить о тех, кому разрешено. То есть то, что называется, будем говорить те, кто не постится или постится и так далее. Мы начнем говорить о больных. Еще раз повторю, когда мудрецы постановили посты, они не постановили посты для больных. Больные, они изначально не под запретом. То есть это огромная разница в точечении Агалахи, когда ты под запретом и я тебе разрешаю или когда ты вообще не там. Когда ты не там, то есть в принципе ты не должен играться. То есть в принципе ты не обязан ничего делать. Ты не постишься. Все. В отличие, когда под запретом и начинается так, как меньше всего нарушить запрет, как не выходить, это будет на что влиять? На вопрос шаурима. Мы о них сейчас поговорим. Шаурим это есть по чуть-чуть, как в Йом-Кипур. Потому что больному, которому в Йом-Кипур мы говорят, есть так, чтобы как можно меньше нарушать. Здесь нет запрета изначально. И таким образом, но, снова напоминаю, разрешение только для больных. Только им разрешение. 9 АВА освобождены. Все остальные, 9 АВА, кроме больных, обязаны. Кто такой больной? Это самое главное понятие. Кто такой больной? В принципе, человек, которому боль или слабость не позволяет продолжить свою абнормальную рутину, то есть деятельность, и он вынужден слечь в кровать, то есть, из-за боли или из-за слабости, он и называется больным. Это тот, кто болен. Например, грипп, ангина, температура у человека, которого есть высокая. Кстати, корона в этом случае считается опасной болезнью. Это уже съемки ПУРа. Диа-ТАВА разницы нет. Человек, который больной короной, освобожден от 9 АВА. Нет, я говорю, то есть, в принципе, человек, который больной, болен короной, освобожден от 9 АВА. Понятно, что имеется в виду симптомат. Асимптоматикой он что-нибудь чувствует, хотя врачи говорят, что лучше если человек, у которого нет симптомов, но считается молмат, то есть, то есть, то есть, по причине того, что пост может усугубить состояние. Окей, ну, есть, тут очень интересный момент, есть некоторые люди, вы знаете, любой человек, который попросится, он страдает очень часто головной болью или слабостью. Так вот, я хочу вам сказать празднично, головная боль и слабость, даже если ему от этого лучше лечь в кровать, он будет себя так намного лучше слушать, болезнью не называется, потому что это нормальная реакция организма на пост. и это ощущение происходит именно от того, что человек становится маунэ, это в принципе смысл, то есть, человек, который, он страдает, страдает от того, что он постится, и это не состояние болезни по определению, потому что в тот момент, когда человек вернется есть и пить, это состояние через пару часов пройдет, в отличие, допустим, от болезни настоящей, она никуда не денется, даже если он начнет есть и пить. по этой причине человек, который чувствует то, что называется побочки поста, то есть, головная боль и так далее, или слабость, даже если ему легче ляжет в кровать, кстати, пусть лучше ляжет в кровать, но продолжает поститься, чем будет бегать. А? Да. Мы сейчас даем. Теперь, мы сейчас просто определяем, кто такой больной, а кто такой не больной. то есть, Теперь, то есть, человек, которому из-за поста может стать больным, человек, который завьется мигрень, это уже человек, это человек, который переходит из нормального ощущения, что во время поста он чувствует себя нехорошо, потому что из-за поста в состоянии уже больного, то естественно, он перестает попроситься, потому что он пришел одного статуса в другой. Но нужно с собой быть, скажем так, правдивым и видеть, ты болеешь или это нормальное состояние, когда ты не пьешь, не ешь. Нужно это определить. Теперь, понятно, что человек, который знает, что пост приведет его к болезни, то есть, он может заболеть, если он будет поститься, или усугубиться его болезнью из-за этого, естественно, он тоже освобожден от поста. Он не больной сейчас, но может произойти проблема. Например, человек, у которого есть язва. Если он не будет есть, это может, сейчас он себя чувствует нормально, но если он не будет есть, то он, в конце концов, сложится в три погибели. Человек, который страдает тяжелейшими мигрениями, мигрениями серьезными. Если он каждый раз, когда начинает поститься, всегда заканчивается мигренью тяжелой, он считается больным. То есть, до того момента, когда начинается у него головная боль, он уже считается больным. то есть, в принципе, если у него очень большие шансы, что вот эта вот проблема придет, то он может не поститься. Теперь, больной с сахарным диабетом. Больной с сахарным диабетом, который обязан брать инсулин, 100% освобожден от поста, тут не о чем говорить. Причем, интересно, что в Йом-Кипур больной с сахарным диабетом иногда будет обязан поститься, в зависимости от того, какой сахарный диабет, в зависимости от того, как тут, кстати, в Йом-Кипур, потому что больные не освобождены, освобождены, когда есть опасность жизни. Здесь больной освобожден, поэтому человек с сахарным диабетом, в принципе, по базису освобожден. Вот, допустим, у меня сахарный диабет есть. Я говорил с моим врачом сейчас. Врач сказал, говорит, ты же освобожден от поста, у тебя сахарный диабет. Я говорю, да, но если я таблетки не буду брать, то я могу поститься, у меня не будет понижения сахара. И тогда, в принципе, могу пост выдержать. он сказал смотри мне не нравится что-то таблетку не будешь брать то есть это обрывать цикл один день а в принципе смотри короче он сказал можно объемки в тиша бау несколько девятого ты можешь проверять кровь да проверяй кровь и вижу сахар пошел вниз начинай есть вот с инсулином такими игры могут закончиться смертельно то есть не смертельно но могут закончиться плохо если человек тоже полет инсуле гипоглипидемия это опасно если у вас никаких постов 9 это опасно вот я просто знаю что я могу то есть у меня уже я в 9 а в 10 емки пур я убираю таблетки пощусь и все у меня уже было когда емки пур мне врач запретил поститься потому что у меня было так у меня был день гипоглипидемия где-то у меня у меня падал сахар в резко вниз причем с таблетками все то есть у меня было вот так он шугался и он мне запретил поститься в емки пур потом то что устаканилось все и вот я уже несколько емки пуров баруха шем пощусь просто таблетки не беру иначе я возьму таблетки у меня сахар упадет вниз я не беру таблетки и все нормально окей в принципе тут очень интересная вещь человек которого есть камни почках ему нужно много пить ему нужно много пить естественно не о чем говорить он освобожден поста а вот допустим человек который страдает от давления он считается больным он считается больным обязан поститься и кроме если врач ему сказал что ему запрещено причем врач не просто врач который богобоязнен да то есть если врач сказал по-другому мы с врачами не спорим но в принципе человек у которого есть повышенное давление как называется гипертония гипертония это у него гипертония то он обязан он не считается больным в этом смысле почему потому что когда мы говорим больно это начало сейчас чувствуется болезнь хроническая и если это болезнь из-за поста может проявить себя плохо повышенное давление кто чего появляется поститься не проститься обычных не влияет на давление давление влияют другие вещи таблетки можно пить естественно тот кто должен обязан пить по таблетке он может пить таблетки желательно проглатывать без воды если он постится а в асахандеопед но я для всех если человек должен брать таблетки ему но он может поститься не считается настолько болезнь он может лучше все это брать без воды если надо выпить таблетку и без воды и никак не выпить то начнет пьет с водой продолжает поститься то есть так это работает в любом случае в любом любом случае сомнении обращаемся к врачу богобоязненно спрашиваю как он скажет так и будет а я думаю что слава богу хватает врачей то теперь как я сказал все хорошо и замечательно многие я слышал вот начинают за разговаривать со мной о поводу о йом кипур они попутать им кипур с 9 а вот а может быть и не путают они вот то есть могу ли я есть на шаурим то есть у меня там правда проблем и так далее а первое что такое шоури мете ли шоури когда человек ест меньше походами я буду уже говорить для более понятными размерами для вашего ухота людей которые нет нержи привыкли жить понятиями мудрецов то есть там как 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 маслина как как финик и так далее то есть мы будем говорить об этом речь идет о приблизительно поедание меньше немного меньше чем 30 кубических сантиметров каждые 7 минут не считается что он не считается нарушивший сломавшим пост считается вроде бы продолжающим поститься в йом кипур то так то есть с точки зрения тору не нарушил пост он с точки зрения мудрецов нарушил пост и также человек который пьет чуть меньше то есть примерно 40 миллилитров каждые 7 минут не считается нарушившим пост в йом кипу с точки зрения тора с точки зрения мудрецов считается на что это влияет на влияет например что сказано человек который не постится не может говорить вставки допустим о нейну и на хэм вставки в молитве . который не постится он не может сказать те фразы она и но бьем то они тэйну то есть они дорогу ты не постится ответь нам день нашего поста если не постишься кто тебе будет отвечать день твоего поста поста нет поэтому не говорит но скажу человек который ест или пьет меньше чем шаур то есть меньше чем вот эти вот размеры то есть по чуть-чуть каждый минут сумасшедший дом когда мне в йом кипур врач сказал есть и пить он сказал что должен получить x количество жидкости x количество еды ему все равно это будет с точки зрения медицины все равно буду это есть сразу или кусками по этой причине ел на шоури это просто легче застрелиться чем если шоури уже поститься проще но что сидишь как дурак у тебя стоит вот так вот стаканчики с этими шоури ты должен выпить определенное количество воды и ты вот сидишь сидишь перед этими стаканчиками имея время замеряешь для того чтобы выпить уже силы это нет и то же самое с едой у меня перерыв допустим между молитвами кипура днем ушел на вот это вот питье еду лучше поститься в любом случае нужно ли делать такое в тебя трава есть те мудрецы последних поколений говорят что человек больной лучше всего будет делать так если можно и таким образом будет считаться постящимся и может болитве то есть где говорится эти дополнения кстати я допустим простые посты то есть не и 9 ава я не принц освобожденных сахарным диабетом но я все равно себе не дают я их пащусь до обеда и думали цамин ху как постящийся говорю все вставки потом только я потому что человек который то спаститься может говорить вставки человек который едет на шоури может говорить все вставки . будто он постится и бюро лоха написаться и бюро лоха приводит интересную вещь про холеру он говорит про холеру была эпидемия холеры кто не знает было ха это хаффетсхайм бюро лоха это хаффетсхайм он пишет что в месте в котором есть холера не очень сильно потому что холера сильная цепи кохнефши и врачи говорят что нужно не есть чтобы не заразиться это очень важная вещь вы знаете что для того чтобы не заразиться нужно держать все это не ослаблять тело вот и он говорит чтоб есть чуть меньше чуть меньше чем шоу то есть вот такие вот пускай перебежками и так написал мишна бурана по поводу допустим роженицы которая то есть что если она должна есть то хотя бы что она ела вот так в хатам суфер написал что и что тоже нужно если человеку нужно больному питье нужно еда то он будет пить ему нельзя будет есть или наоборот нужно будет если он будет это есть но не будет амара льдийский на он вообще говорит по-настоящему закона не нужно все эти шоури но стоит это делать не из-за закона поста это не из-за поста а и для того чтобы приобщиться к тем кто в трауре чтобы быть частью они в трауре они постятся а мы тут кушаем по этой причине то чтобы приобщиться мораль дискин лучше всего то есть вот так вот есть но на практику галахи принято большинством галахи ческим авторитетами так приняты обычаи человек который больной который освобожден от поста он освобожден от поста полностью то есть имеется ввиду ему не нужно заморачивать он может есть по-человечески и пить по-человечески ему нужно все это делать единственный так написал руха журкан и и и он объясняет что бюро лоха он не говорил о больных он говорил о людях он же говорил про холеру чтобы не заразиться правильно это здоровые люди поэтому он говорил и поход мишур есть это здоровые люди но для того чтобы поддерживать по этой причине речь не идет об альном больной вообще освобожден на него вообще кзыры не было никто не на него не постанавливал то есть он вообще выведен из этой системы и так лично мишни нишмат авра написал раф штайнберг прав профессор штайнберг очень пожилой написал очень много хороших книг также энциклопедия рфу идилхатит это логичка это написал мишмат авраам это типа такого вопрос ответы по медицинским телом то есть кто хочет заниматься медициной галахой нишмат авраам это тоже одна из важных книг работ в рамо профессор штайнберг вот эти цветы тоже через робили зелуда вальдерберг который был только в медицине галахе это что не сказал и единственное что принято чтобы больной даже человек если он может конечно не ел и не пил до утра то есть вечер провести в посту для того чтобы быть особенно просто в секе это вечер и так далее это не так страшно то есть в принципе начать пост то есть свое нарушение свое освобождение начать от поста с утреца а не потом и причем после этого он ест то есть как он положил кстати иногда человек попадает сомнительная ситуация значит болен или нет болен или нет в этом случае действительно лучше всего чтобы он начал с утра просыпается чувствуется нехорошо не заболел не заболел чтоб начал то есть тогда уже по ощущениям и есть то что называется лишь шоури вот этим вот маленькими порциями пить и есть как я объяснил и если он почувствует что он реально заболел по все то есть начинает есть и пить по-человечески кстати тут нужно сказать когда человек который освобожден от поста ест и пьет это если пьет для того чтобы жить а не устраивать себе пинуки там шоколадку поесть там не знаю паргиот съесть не знаю стейк антрикот там заточить то есть во первых мясо лучше не есть в этот день как вы понимаете если что нужно мясо есть он будет есть мясо но в принципе мясо вообще запрещено до десятого оба кто не помнит то есть да и но даже если мясо запрещено то стейк соломон тоже не стоит то есть есть для того чтобы поддерживать жизнь нормальной функцию функцию окей с больными разобрались разобрались идем дальше идем на беременных на роженицу беременных отдельно роженица роженица шурхана рух написал 30 дней после родов женщина считается больной после рода потому что она слаба и ей нужно укрепиться по этой причине 30 дней после родов женщина освобождена от поста 9 ама а вот так написал шурхан рух пробьёсов к рама как седал стражи рама сказал ничего подобного 7 дней достаточно то через 7 дней то есть все нормально можно же работать я вам уже рассказывал да про нет не рассказал когда мы пришли по поводу моего рава раф перл раф гидон перл с которым не он как он не и равы как папа он многому учил то есть в принципе началось с того что я пришел помочь со свадьбой это было 19 лет и он за у меня под опеку конце концом я взял под опеку научил быть как раввином и так далее он было уже на пенсии правда глава он создал равинат в гуше ционе после все после освобождения гуше циона то есть даже в 70-х годов он 70 71 года он уже раввина лоншвута и в принципе гуше циона и глава равинатских судов то есть оба един и так далее но сейчас он уже пожилой человек на пенсии нет фотографии это раввихтенштейнером а да когда с ним разговаривал на фейсбуке да 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 это с ним да вот так и я прям и пришли к нему спрашивать поскольку витали родила родила я нет что если она родила мы спрашиваем как раз а виталий родила и ханана в юдалит ав и мы пришли выяснять у рава перла что будет если вдруг вот так заранее и жена рава перла сказала что он начал говорить о семье и так далее жена рава перла сказал не слушайте его я родила перед девятым авом как раз неделя прошла и так далее мне стал поститься я посреди витата понял что я не могу знаю что за своим постом и так далее так вот так вот мишна бруа написал что облегчить если девятого передвинуты надо девятого падает на шаббат и тогда его передвигают после наема прошло тогда это десятого и тогда облегчать то есть как шурхан арух 30 дней аруха шурхан написал халила юлю ледит ватсум в наше время женщины слабые и нечего им поститься то есть раньше чем 30 дней прошло так аруха шурхан закрыл и принципе это многие 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 с ним согласились женщина родившая первые 30 дней освобождена от поста и даже после этим заморачиваются и кстати женщина которая у которой было выкидыш женщина которая была выкидыш и она чувствует себя слабо и после него у нее закон как уроженец со всеми вытекающими снова когда женщина это кушает нужно кушать скажем так не налегая на всяких ненужные вещи теперь перейдем к беременным и кормящим вот я уже упомянул в отличие от легких постов беременные кормящие не освобождены от поста в 9 они обязаны поститься почему потому что служит только больные женщина беременной или кормящие не является больной по определению правильно но на чьи роженица проживая же это родила это другое состояние то что она кормящая конечно замечательная кормящая женщина кормит до двух лет то есть как бы если она уже год прошел после родов она еще форме не делает ее больной и роженицей и в любом случае женщины которые чувствуют особую слабость ненормально то они выходят из параметра кормящей беременной в камерах в статус больной больная освобождена от поста например беременная которая ее очень сильно страдает от работы обычно первые месяцы или у нее дикие головные боли головокружение естественно будет освобождена от поста или у нее слишком большая слабость например у них а не хватает железа и так далее то есть сколько гемоглобин ниже 10 грамм слишком низкий освобождена от посадок не о чем говорит это считается больным или допустим если есть опасность врач говорит что будет пасист будет выкидыш понятно что она освобождена от посадок не о чем говорить что еще в принципе в любом случае если женщина то есть чувствую она не знает и у нее сомнения она да у нее проблема да пусть начнет поститься чувствует что пошло что-то это плохо пусть прекращает поститься и переходит на систему то есть что она больна кстати если в очень жаркие дни это очень жарко и правда когда ты под мозганом ты не чувствуешь но глобально то есть это наверное законы тех кого мозган не работает или не знаю плата или допустим те кто в ираке и в иране в ливане там за сейчас у них нет света в иране и так далее у них жара там что-то страшное происходит или люди которые живут как мой сын был сейчас в буддапеште да в буддапеште и там было 38 градусов и кондиционеров нет нигде кроме как гостиницы это просто ужас вот таким образом в эти дни есть те которые говорят пуским что женщина беременная которая страдает из-за поста в жару она освобождена когда жарко очень освобождена от поста есть более облегчающие говорят ничего подобного даже если не страдает дикая жара беременная все мы освобождаем от поста но на галаху более принято что по ощущениям чувствуешь что нормально постись чувствуешь что тебе плохо не на то есть непропорционально то есть нормальности что-то ненормально не постись окей с беременной разобрались перешли на кормящий в принципе кормящая снова обязана поститься несмотря на то что по идее кормящий пост будет по определению тяжелее потому что она кроме потери запаса своих личных то есть жидкости которые из любого человека а когда она кормит она теряет еще больше жидкости то есть в принципе безважный организм происходит еще быстрее и но в принципе она все равно не считается больной поэтому нет автоматического освобождения и ребенок в принципе не особо страдает если есть молоко или особенно когда смеси и так далее он push it и так далее все хорошо и в принципе можно если вот здесь снова если а кормящие матери не уменьшается количество молока из-за постаново то же по этим трудать теперь если у матери да уменьшается количество молока из апостола что делать то в принципе она может добавить и давать ему то есть просить простится и места и вместо того чтобы кормить его то есть это называется постоянно Когда он просит давать ему грудь, можно делать с перерывами. Раз грудь, а раз вместо груди, то, что называется, смеси, которые заменители молока. Матерна, семилак и так далее сегодня. В ваше время, на самом деле, другие смеси. Это лучше всего делать, потому что тогда молоко успевает набраться. Например, если ребенок скажет 3 часа, что делается. Допустим, в 10 утра покормили грудью в час дня смесью. Потом после этого в 4 часа дня грудью, то есть в 7 часов вечера смесью. Таким образом женщина не будет страдать особо сильно и молоко не будет уменьшаться. Теперь, если ребенок ест только молоко матери, только молоко матери и больше ничего. И в этом случае, если у матери уменьшается молоко из-за поста, и она, скажем так, не может его кормить ничем другим, то есть никакими заменителями, она не постится. То есть она прекращается поститься, она должна есть и пить так, чтобы нормально кормить. Также, если есть опасение, что из-за поста женщина потеряет свое молоко, а такие бывают вещи, то в этом случае женщина, которая потеряет свое молоко, из-за опасения, она тоже не постится. Правда, Турата Юлета написал, что в этом случае пусть женщина пьет то, что называется лишь шаурим и ест. То есть вот этими маленькими порциями, по чуть-чуть, с интервалами в 7 минут. Почему, кстати, минуты, это я вам говорю, потому что есть споры, есть 4 минуты, есть 9 минут, то есть 7 минут, это среднее, это нормально. То есть есть спор, поэтому какие-то интервалы должны быть. Почему? Потому что она не больна, она ест и пьет для чего? Для ребенка. По этой причине, то есть у нее нет статуса больного, и она переходит в статус человека, который не освобожден от поста, но которому нужно ради чего-то пить. Поэтому он говорит так. Понятно, что если беременная, кормящая женщина почувствует, что она очень сильно, то есть себя нехорошо чувствует, то она выйдет из состояния, то, что называется кормящая, переводит в состояние больной, больной сразу освобождается от поста и может ест. Окей, у нас еще есть время, и мы можем заняться следующим запретом. Запрет мыться. Девятая ава нельзя мыться. Любая вид мытья, подающая любое удовольствие в горячей воде, в холодной воде и так далее, запрещено в девятая ава. Даже пальчик нельзя помочить в воде. Окей, это девятая ава. Теперь, но если человек испачкался, можно смыть грязь или, допустим, испачкался, или у него кровь где-то, с носа капает и так далее, можно это все замыть, то есть смыть в том месте. Почему? Потому что он моется не ради удовольствия, а ради снятия грязи. Потому что запрет именно для удовольствия, получения какой-то удовольствии, не для грязи. Грязь можно убирать. Или, допустим, ребенку титуль меняют. Меняют титуль. И когда ему меняют подгузник, титуль на иврите, подгузник русского, когда ему это меняют, титуль просто подозначить, титуль это не на иврите. На иврите это хитуль, а слово или хотель. а Titole – это фирма, которая продавала подгузники, поэтому теперь все подгузники называют Titole. Как сотовые телефоны. Первая фирма, которая продавала, называлась Pelifon. И поэтому теперь все называют сотовые телефоны Pelifon из-за первой фирмы, которая продавала. То же самое с Titole. Те, кто… Мы так привыкли, потому что ничего другого не было. Телефон на Ядель Соллари менее было удобно говорить Pelifon. В любом случае, когда моем, и, извините, мне ребенку нужно вытереть и помыть одно место, и по дороге мы моем себе руки тоже, это не запрещено. Более того, если на руках неприятный запах, то можно даже пойти помыть руки с мылом и тоже нормально. Это не считается льдом, потому что мы снова это убираем. Также, когда мы, допустим, к концу поста, люди готовят еду. Кушать-то надо, когда поставим. Или для детей готовят еду. И нужно посуду помыть, овощи помыть, мясо помыть. Мясо, кстати, нельзя есть в муце 9 вава в этом году, в самом случае. Но мы еще об этом поговорим уже на следующем уроке. Нужно помыть что-то. Можно мыть, даже если вода попадает на руки и так далее. В этом нет проблем, потому что, снова, я не подразумеваю удовольствие, а подразумеваю заняться, то есть убрать грязь. И, кстати, человек, который, допустим, человек, когда встает с утра, можно ли помыть лицо и так далее, зубы почистить. Очень важный вопрос для некоторых. Человек, который, скажем так, если он лицо не помоет, то он будет себя чувствовать убитым. То есть он не сможет, скажем так, сфокусироваться ни на чем. В этом случае он может помыть лицо водой. А также, естественно, человек, у которого есть грязь на глазах, то есть после сна, есть люди, у которых встают в соседах, то есть можно тоже ее убрать водой. Это не запрещено в этом случае. В Йом-Кипур немножко будет другой закон. Потому что в Йом-Кипур будет другой запрет, а здесь у нас именно удовольствие. Кстати, в отличие от Йом-Кипура, еще раз мы уже упомянули, в 9-е Ава человек, который не может чувствовать себя отвратно, без того, чтобы помыть рот, сполоскать, он может это сделать водой. Зубной чай пасты – это проблематично, но водой точно он может сделать. То есть может сполоскать рот водой. Кстати, снова, то есть это особый случай, женщина, которая в первые 30 дней брака, если 9-е Ава выпала в это время, ей разрешено мыть лицо и так далее, приводить себя в порядок, по причине того, чтобы она не стала, скажем, некрасивой в глазах своего мужа, чтобы она оставалась нормальной, пока он не привыкнет за 30 дней, то есть к ней, то есть, да, вот, можно это разрешить так на встанночный набор. Кстати, если очень жарко, у вас поломался кондиционер 9-й Ава, не дай Бог, да, и вам очень жарко. Что можно сделать? Можно намочить полотенце, вывернуть его и обтереть его места, то есть где человек вспотел или так далее. Но оно должно быть выжато так, чтобы у него не было состояние туфех, алюминат ли отфех. Что это имеется в виду? Что если вы прикасаетесь к нему рукой, у вас рука не становится мокрая так, что вы можете прикоснуться к чему-то другому, и то другое тоже станет мокрым. Понятно? То есть если вы прикасаетесь с рукой, то это уже нельзя. Но, допустим, так, чтобы оно слегка-слегка-слегка влажно, и протереть им там лицо, там руки, ноги и так далее, это можно разрешить. Это с точки зрения, так скажем так, обыкновенной. Теперь мы переходим к мытью для ради заповедей. Вот. Человек, в принципе, понятно, что ради заповедей можно омывать руки человеку. Например, почему? Потому что омыть тебе рук – это не получение удовольствия, это заповедь. Таким образом, человек… Но! Но! Человек, допустим, коины могут омыть свои руки перед тем, как благословлять народ. Почему? Потому что они… Кстати, вот коины будут омывать кипур народ не утром, а после обеда. Они могут это сделать по причине того, что это ради заповедей. Так же, вроде бы… То есть, так же, естественно, отреда… Кстати, женщине нельзя идти в микву. Девятая ава. Даже если выпадает день ее в миквы, она не идет в микву, потому что это… Во-первых, все равно это бесполезно. Во-вторых, то есть… Это не… Запрещено в импективном отношении в микву. Поэтому можно подождать. И тем более, если женщине, которой считается заповедь окунаться в микву вовремя и так далее… Тем более, человеку, который там… Как из Амидат Хасиду, то есть некоторые хасиды, утром перед молитвой окунаться в микву, понятно, что это точно запрещено. Девятая ава. Это не считается заповедем. Это Амидат Хасиду. По поводу рук. Утром, когда встаем, нужно убрать то, что называется рох-ра. То есть вот этот дух нечистоты, который на руках остается ночной. Его нужно убрать. Делать и дайм. Потом в туалет нужно снова делать на тела и дайм перед молитвой. Потому что и то, и то – это заповедь. Кстати, на тела и дайм как делают? На тела и дайм так, как по закону изначально достаточно, чтобы вода доходила только до связок пальцев. Не нужно все кисть занимать. Это по букве закона. То, что мы все руку обмываем – это не по букве закона. Это типа излишка мы еще льем. Но в принципе буква закона и для заповеди, и для молитвы утренней, и для утреннего самого на тела и дайм достаточно только пальцы. Для этого мы обмываем только пальцы. И все. Снова, потому что не считается умыванием удовольствия ради заповеди. Кстати, есть люди, у которых есть обычаи делать на тела и дайм перед каждой молитвой. Никогда не видели? То есть мужчина, когда приходит, придет, зайдет в синагогу на молитву. Они омывают руки перед каждой молитвой. Это уже более обычаи, потому что только по рамбам это обязанность. По всем остальным мнениям это не обязанность. Так как это не обязанность, то это нельзя делать на тела и дайм. Утренняя молитва это обязанность, по всем мнениям. Минхай и вечерняя молитва это не обязанность, поэтому по всем мнениям не омывают руки. Теперь по поводу после туалета. По мнению большинства галактических гардитов не надо делать на тела и дайм после туалета. Нужно мыть руки после туалета. Поэтому не нужно поливать руки больше, чем один раз. Не нужно три раза мыть. Три раза поливать из натлы. Есть те, у которых есть обычаи, которые поливают три раза. Это обычаи. Устражающие обычаи, но это не по букве закон. Правильно. Я говорю еще раз. Достаточно мыть. Потому что руки чистые должны быть. В этом смысл. Поэтому их можно мыть или один раз поливнуть их по пальцам. Все. Есть те, у кого обычаи, то кида из натлы поливать три раза. Это обычаи. Устражающие по закону этого не надо. Так вот. Что с этими у кого обычаи? То есть те, которые делают один раз, обмыли до окончания палец. Все нормально. Они делают по закону. Нужно из туалета выходя мыть руки. Так вот. А что с теми, которые устражили для себя? То, что не нужно, в принципе. Так как это считается, они делают это ради чистоты, ради очищения, ради заповеди. Это не считается ради удовольствия. Это можно им разрешать. Поэтому это разрешается. То, в принципе, все. То есть с мытьем мы тоже разобрались. Можем еще успеть даже поговорить о трех вещах. Умощение тела. Косметика, связанная с этим. И даже курение. Можно ли курить 9-й ам. Я, правда, понимаю, здесь никого это не касается. Меня тоже. Но есть люди, которые, наверное, в записи будут слышать, то, может, их будет касаться. По поводу умощения тела. Беур Аллаха пишет, что есть разница между Йом-Кипуром и 9-й ам по этому поводу. В Йом-Кипур есть запрет умощения. Глобальный. Поэтому там запрещено умощение любого вида. Кроме болезни, когда есть то и другое. Но там снова из-за разрешения, кто связан с опасностью и так далее. А в 9-й ам весь запрет умощения связан с трауром. Поэтому запрет умощения ради удовольствия. Но не ради других вещей. По этой причине, например, ради, если есть что-то для медицинских целей, то можно разрешить. То есть, если мы придем к примеру. Будет запрещено человеку использовать всякие кремы, мази косметические для того, чтобы умягчить кожу, для того, чтобы нанести косметику, для того, чтобы сделать красивее себя и так далее. Это запрещено в 9-й ам. Но если у человека, допустим, потресканные губы или что-то где-то чешется, он может помазать вазелин, он может помазать мазь и так далее. Потому что это не ради удовольствия, а ради лечения. 9-й ам, это можно делать. Это с точки зрения умощения. Особо не о чем говорить. Есть еще один интересный закон. Многие пуским запрещают нюхать, то есть брызгаться духами и нюхать парфюмерию. Почему? Потому что само парфюмерия это ради удовольствия. Получают удовольствие. С другой стороны, есть другие алхитические авторитеты, которые говорят, стоп. Нюхать парфюмерию, использовать парфюмерию никак не попадает в 5 запретов, которые в 9-й ам. Это не умощение, не еда, не питье, не ухоженное обувь, ничего. Поэтому нет такого запрета. Но большая часть алхитических авторитетов все-таки устружили. Сказали, мы не пользуемся парфюмерией в 9-й ам. Теперь по поводу курения. Раз парфюмерия и так далее. Кнестагдула пишет, что запрещено курить во все посты. Вообще во всех. Почему? Потому что, внимание, курение, в принципе, успокаивает человека. Успокаивает его о мыслях и трауре, о разрушении. Так он пишет. Кстати, с точки зрения никотина он не успокаивает по-настоящему. Это иллюзия, что человек никотин или сигарету успокаивает человек, когда он нервничает. У Кнестагдула уже был. Кнестагдула это пару сотен лет назад. Табак привез Колумб, когда Америку открыл. И заодно научил весь мир курить табак. Помните? Это был такой хороший мультик «Остров сокровища». Видели? Там, где был мультик, вставляли там такие кадры фильмовые. То есть там, где группа была, которая пела песни всякие. Так вот, там было «Вы слишком много курите», когда доктор Ливси сказал. И там была такая песенка, что Колумб Америку открыл. И заодно научил весь мир курить табак. В любом случае, еще одна вещь говорит Кнестагдула, что табакокурение вызывает ощущение сытости. Поэтому, действительно, когда человек голодный, он курит и он чувствует себя более сытым. И он говорит, тоже это проблема в пост. Вообще, посты. Он говорит, это очень интересная вещь. Более того, есть в этом скринение имени Всевышнего. Почему? Потому что не евреи в их посты не курят. Я не знаю насчет христиан, но мусульмане знают, что да, в Рамадан не курят. Нельзя курить. В Рамадан, то есть в тот момент, когда пост идет, они не едят, не пьют и курить тоже нельзя. По этой причине он говорит, что евреи в свои посты курят, а не евреи нет в свои посты. Так он написал. С другой стороны, мнение большей части филактических авторитетов, что нет запрета курения с точки зрения поста. Это не еда, это не питье, то есть нет такого запрета. Кстати, я когда-то курил, я бросил курить из личного опыта. Курить диатар от самоубийства. Потому что это высушивает и вызывает головную боль, в конце концов, окончательно. Я почти все посты заканчивал в те же годы жизни, когда я курил, все посты я заканчивал с головной дикой болью. Сегодня я смотрю на это сомнительное удовольствие. Когда-то для меня это было удовольствие. С другой стороны, когда я бросил курить, я забыл, что такое головные боли после постов. Потому что организм не получал всякую гадость ненужную. Мишнабрура разрешил в 9 авгу курить втихаря, чтобы ни на глазах не у всех, после полудня. То есть с вечера нельзя до полудня, после полудня. Правда, многие разрешили вообще и до полудня тоже. Рау Вади Юсеф написал, что даже запрещающие, которые запретили, они говорили про сигареты. Они говорили про курение табака, когда вокруг этого это целая церемония. Когда там много-много зяносит. Это в основном трубки, кальяны и так далее. Об этом говорилось. Тогда это было, во-первых, пинук, то есть особое наслаждение. И это было, скажем так, очень много. Когда ты взял сигарету, выкурил и бросил, это совершенно другая вещь. Это получение никотина, успокоения и так далее. В принципе, курить вообще не стоит никогда. Это я говорю из опыта тоже. Лучше бросить. Но тот пока еще не бросил. В принципе, ему есть на кого положиться курить. Но снова, никто не разрешает курить прелюдно. 9 авгу. Так, на этом мы сегодня закончим. Есть вопросы, если что? Знаете, я не совсем могу. Вот частично кушать. Вот когда и кому это разрешено. Это в Йом-Кипур, когда врач говорит, что нужно. Человек может спокойно функционировать, и его проблема не ухудится, если он будет есть кусочками. Есть те, которые продолжают делать это в 9 авгу. Есть кусочками походный шаур. По-настоящему это не надо делать настоящему больному. Когда мы это включим, когда человек в состоянии сомнения, он не знает, больной, не больной, пусть лучше так. Или когда женщина, допустим, кормящая или беременная, которая в принципе чувствует себя нормально. Или ей нужно все равно кормящая. Или нужна жидкость для того, чтобы молоко не уменьшилось и так далее. И ей можно получать тужинки с кусочками. Тогда мы будем этого делать. Дети не простятся до 13 лет, до 12, соответственно. Потому что, в отличие от Йом-Кипура. В Йом-Кипур, то есть насчет детей. В Йом-Кипур, дети начинают проститься за несколько лет до. То есть за год, за два, если в Талмуде. То есть разбор Мишна есть об этом, чтобы приучить их постепенно. То есть проститься. Отцом лишаот на часы. Девятая Ава связана с травмом. И мы не приучаем детей к травмам. Поэтому нет обязанности у детей поститься. Тоф, здесь вопросы у кого-то из... Я выключу запись. Во-первых, на этом я выключу запись. Всего хорошего тем, кто слушал записи.